Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые подписчики, мы продолжаем наш уникальный цикл программ Вопреки, дальше вы додумываете сами, вопреки чему И у нас, как всегда, уникальный, не просто спикер, не просто врач, а уникальный человек Я с удовольствием вам представляю сегодня Башанкаева Бадна Николаевича И, знаете, наверное, его знает вся страна, по большому счету, сейчас в некой другой ипостаси Но я, прежде всего, хочу его представить как уникального онколога, колопрактолога и врача-популяризатора Который еще 10 лет назад этим занимался, и мало кто это делал, по большому счету Бадна Николаевич, я рад вас видеть в студии Спасибо большое, что нашли время, потому что времени у вас сильно мало Давайте начнем, наверное, с самой все-таки актуальной темы, потому что... И пойдем немножко с другой стороны Вот с онкологией начали действительно бороться, и бороться мы начали активно При том, что и диагностика выросла и так далее Но онконастороженность почему-то именно у людей, у обывателя, она меньше не стала И вот боязнь психологическая, она стала только больше То есть, казалось бы, столько возможностей, а люди сами почему-то не хотят обращаться вовремя И диспансеризация есть, и технологии есть, и программа громадная Почему? Тут будет ответ чиновника-врача Вообще программа онкология государственная, федеральная программа началась в 2018 году И это, конечно, был колоссальный успех И потрачены были большие суммы денег Но мы увидели много вложения в здание, в тяжелое оборудование, в успехи химиотерапии и так далее И, видимо, что мы упустили, или не совсем отработали в полном объеме Вы тут совершенно правы Именно социальная реклама, именно та часть, которая бы рассказывала и объясняла людям Что с сегодняшними успехами химиотерапии, диагностики, хирургии, онкологическое заболевание Чем раньше он находится, тем он меньше вообще влияет как-то на жизнь Я всегда говорю, рак в первой стадии толстой кишки 95% что человек даже не поймет и через 5 лет забудет про меня и будет жить дальше своей жизнью Все говорят, почему не 100% Потому что иногда случаются другие факторы гибели человека Это молния, ДТП, утопление, инфаркт и так далее Но именно онкология перестает быть тем домокловым мечом Который постоянно висел над любым человеком 60-х, 50-х годов, 70-х годов Сейчас очень хорошие успехи Яркий пример детской онкологии Детская онкогематология, когда что-нибудь, Юинг, например, или какой-нибудь лейкоз 95% что ребенок, по сожалению, погибал Сейчас 95% что он выживает Но онкогематология детская, да, это известный результат Это система, которая была исходно сначала имплементирована, а сейчас прекрасно у нас утверждена в стране И действительно феноменальные результаты у детишек И тем не менее, вот той проблемой, которой вы занимаетесь всю свою жизнь, независимо от своих других должностных обязанностей Я хочу сказать то, что это, конечно, хирургия, потому что хирургия, она всегда была любимицей И вот с точки зрения большой хирургии и колопрактологической, как поменялась вообще технология, как поменялись вообще подходы к хирургии? Сразу скажу так, в онкологии хирургия не является самой-самой главной Это просто хирурги, они все такие альфа-самцы карликовой породы Мы всегда искрим, пыхтим Большую часть работы выполняют химиотерапевты, на самом деле Вот, и лучевые терапевты Но есть даже поговорка, что в онкологии выбор знания биологии опухоли Понимание, как она растет, как она происходит, это король Выбор пациента, это королева А хирург и вот это все рукоделие, это принц и принцесса, которые все время пытаются короля свергнуть с королевой У них иногда же это получается на короткое время, но все равно они проигрывают именно королю и королеве Что изменилось в нашей онкоколопрактологии? Буквально недавно я вернулся с длительной стажировки, это был 2008-2009 год И много тогда оперировали открыто Большой хирург, все стандартно, но была потом целая плеяда работ, которая показала, что лапароскопический метод не хуже А в некоторых местах даже испанская работа показала, что он даже интереснее и лучше И мы на тему зиждемся, на этом стоим, что лапароскопия в руках опытного хирурга, который может и открытую операцию сделать Это прекрасный такой подарок для пациента, потому что ускоряется реабилитация Средний койко-день у нас после рака прямой кишки, рака правополонтовской кишки, левополонтовской кишки, это 3,5-4,5 дня 3,5-4,5 дня Койко-день И пациентов никто не выгоняет, типа, идите отсюда, идите отсюда Они говорят, а что я делаю в больнице? У меня есть нормальный стул, у меня отходят газы, я могу нормально кушать, у меня нет температуры Я не имею никаких дренажей, я хожу по отделению, вот, ну, укол, обезболивание получаю, но могу в таблетках его получать Но по поводу, кстати, укола обезболивания, вот это актуальная вещь, потому что многие пациенты приходят, они первое, о чем задумываются, говорят, слушайте, мне потом будет очень больно Вот это какая-то, знаете, такая уже заскорузлая история о том, что будет непременно больно Лапароскопическая операция четко ассоциируется, лапароскописта, которая через проколы Через пальчик проколы, в среднем у нас 3-4 прокола в животе и такой маленький разрез, через который мы, собственно, болезни вытаскиваем, болячку Мы же не можем кишку отрезанную оставить в человеке Ее надо вытащить, отдать патологам, которые ее аккуратно разрежут, поставят нам пятерку или пятерку с плюсом за то, что мы хорошо сделали операцию И нам расскажут прогнозы Потому что основная часть работы начинается, когда макропрепарат убран и его тонко-тонко порезав, как вот очень дорогостоящую салями, условно говоря Мы узнаем, сколько лимфоузлов было убрано, сколько из них пораженных И это очень определяет, если не будет пораженных лимфоузлов, то это вторая статья заболевания Тогда обычно, в большинстве случаев, кроме ситуации с генетикой, особенно химиотерапия не проводится А если хоть один лимфоузел будет пораженный, то будет химиотерапия Но тогда переходим, наверное, на, пожалуй, самую важную тему, особенно в рамках науки Вы уже об этом сказали Конечно же, это иммуногистохимия, это генетика Вот как обстоят дела с иммуногистохимией, с генетикой Особенно меня, знаете, что интересуют специалисты в плане иммуногистохимии Потому что это непросто Это достаточно большие талмуды, которые надо знать И насколько это помогает вам в дальнейшем для работы, для принятия решения? Как можно оценить, насколько глубоко у нас продвинулась вообще часть генетических исследований Которые нужны нам, онкологам, колопроктологам И вот этой иммуногистохимии Что частные клиники начали в это залазить Частные лаборатории открывают очень классно организованные патологические лаборатории Это о чем говорит? О том, что есть предложение и спрос, соответственно Людям нужно знать перед назначением Ну, простая ситуация Вообще по стандартам, несколько более западным, чем наши границы Любая опухоль, которая диагностируется, должна пройти несколько исследований Это MSI Прежде всего, стабильность, нестабильность, микросцелитная Это генетически обусловленный рак Или это просто спорадически, идиопатически, так скажем Это важно, потому что тактика может поменяться О чем я говорю? Например, если представить всю когорту 100% раков толстой кишки То считалось, что раньше 1-2-3 максимум процентов Это наследуемые раки, генетически обусловленные И у них есть ключик Потому что генетических поломок, может, много Там синдромов море Полипозные, неполипозные Кронкайты, Кеннадо Там очень много названий таких страшных И специфических И специфических, и надо знать только одному Алексею Цуканову И нескольким академикам Ну и я так на всякий случай помню А что мы поняли, что у всех этих генетических заболеваний есть один ключик Если микросцелитная стабильность присутствует, то там что-то, значит, генетика будет не так И до операции желательно это узнать, потому что объем операции может измениться Будет не резекция просто сигмовидной кишки, а будет резекция всей толстой кишки, условно говоря Вот такие вещи мы придумали Ну и плюс, в послеоперационном периоде можно, когда уже убрали макропрепарат, убрали всю опухоль Оттуда берутся дополнительно несколько маркеров Это Кейрас, Анрас, МСА, БРАФ Это все наши специфические маркеры, которые нам помогают Если, не дай бог, болезнь пойдет в рост дальше, развиваться будет Мы можем назначить правильную химиотерапию, которая будет эффективна для этого пациента Потому что если эти гены изменены, то обычная химиотерапия с самыми крутыми таргетными препаратами не будет работать Что из себя, в принципе, представляет для наших обывателей именно хирург-колупрактолог? Я объясню, почему Потому что для многих, учитывая, что лазер сейчас, не просто сейчас, а уже модная история на протяжении долгого времени И вот они представляют эту стандартную историю с лазером, с геморроем и так далее Когда начинаешь объяснять, что это намного сложнее И что на самом деле есть определенные даже симультанные операции Я видел, как вы это делаете, например И кардиохирургия, и симультанная операция колупрактологическая Что это намного сложнее Вот люди не до конца понимают, что такое полноценная большая колупрактология Да, у нас как-то традиционно колупрактологов делили на абдоминальных Тех, кто занимается большими заболеваниями в животе И малая проктология, кто-то занимается свящом, геморроем, трещиной, парапроктитами и так далее Я прошел 4 года обучения в клинике у самого лучшего колупрактолога в мире И там не было такого разделения Ты по долгу специальности обязан разбираться хорошо в каждом из этих направлений Мне кажется, сейчас вот эта парадигма тоже меняется И ребята, которые сейчас вырастают Увидев, что оказывается так можно было Тоже начинают с проктологии, потом начинают расти и так далее Хотя мне кажется, что вообще не так должно быть Должно быть сначала ты должен состояться как общий хирург Уметь делать мустрохальцистит, аппендицит, грыжу и так далее Все наши 7 больших нозологий Желательно лапароскопически сразу Как придется Вначале вообще идея любого хорошего хирурга, что он должен делать и так, и так Потому что иногда в некоторых клиниках нет лапароскопической стойки А пациента надо лечить И в наших гайдлайнах, руководствах написано, что Если вы начали операцию лапароскопически через поколы Вы обязаны уметь ее завершить в открытом варианте, если что-то пойдет не так Это называется конверсия Частота конверсии в среднем от клиники к клинике варьирует От 1% до 10%, но ты должен это сделать открытым Так вот, возвращаясь к колопрактологии Ты должен быть сначала общим хирургом, понимать всю вот эту обычную хирургическую активность Включая панориции Включая просто местную анестезию для паховой грыжи А потом уже пройти специализированное обучение узкой специальности Это колопрактология Слушайте, можно я немножко вот здесь спрошу? Потому что вот прям призадумался Потому что даже абдоминальная хирургия в некоторых случаях она достаточно сложная Очень Я там не беру, конечно, какие-то сложные вещи касательно поджелудочной даже железы Но тем не менее, то есть вот исходно хирург должен обладать теми навыками Которые должны сделать любую абдоминальную операцию, я правильно понимаю? Так точно, да Он должен в случае экстренной и незапланированной ситуации, если он один Должен завершить удаление желчного пузыря Правильно сделать аппендикотомию Правильно сделать паховую грыжу открытой или лапароскопической Гастроктомию тоже? Резекцию желудка Гастроктомию с лимфодисекцией мы, конечно, от общего хирурга не требуем Но при язве желудка, при перфоративной язве желудка или двеносперстной кишки Он должен понимать, как это делать и уметь это делать Тонко-тонко кишечный остомоз, толсто кишечный остомоз Это все отработка наук А потом на это садится уже коллапрактология Там узнаешь специфику периональной зоны, заднего прохода Вообще, что толстая кишка – это интересный орган Который на самом-то деле сильно-то и не нужен Он отвечает только за две функции – за абсорбцию жидкости и скаловых масс Формирование их более плотными, иначе у нас была постоянно диарея И иммунитет В нем живут бактерии А вот это принципиально важно Да, в нем живут бактерии, пристеночное пищеварение Мы доедаем там какие-то бактерии, за нам помогают Мы их досасываем Такая интересная штука, но мы делаем операции, когда удаляем всю толстую кишку и прямую кишку Люди живут в приязанном колите Друзья мои, я хочу вам посоветовать посмотреть Бадму Николаевича 5-6-7 лет назад Потому что, знаете почему? Мне было даже любопытно смотреть Потому что с таким юмором у нас, по-моему, 2-3 коллапрактолога в стране, которые рассказывали И интересно, и с юмором Но это действительно так? Ну стараемся Потому что к этой проблеме по-другому относились Совершенно по-другому Мы это и делаем вместе Это же неудобно всегда Плеяды молодых ребят Мне кажется, для многих был примером, в том числе и мой шеф Стивен Давыдович Надо неудобную, табуизированную тему рассказать так интересно, так интеллигентно и не обидно Чтобы и пациента отвращения не было И у слушателей было адекватное понимание Но ведь все же ходят по-большому Абсолютно Нет человека, который не ходит по-большому или у него большие-большие проблемы Это мы называем иногда запором Поэтому, если слово есть и действие есть, то надо об этом как-то аккуратнее, внимательнее, мягче рассказывать И напомню, сейчас, наверное, забегу вперед Так как у нас одно из исследований, это обязательно пальцевое исследование Прямой кишки и заднего прохода А вот когда собаке страшно, что она делась хвостом? Поджимает Человеку в большом городе, в мегаполисе, где непросто, где ипотеки, где люди иногда более агрессивны, чем хотелось бы, нежели в своем родном маленьком селе Авата Стрессы вызывают многие проктологические проблемы, которые люди называют У меня там проктология, у него просто безумная зажатость И посмотрев на человека и убедившись пальцем в гипертонусе сфинтеров, элеваторов таза, я им часто говорю, вам нужно плавание, йога, любимый человек и массаж и расслабиться Ну тогда у нас промежуточная рубрика, которую я, вы знаете, очень люблю Гори скорее проклятый жир Павел Николаевич, я хочу сказать, что, кстати, за некоторое время вы тоже изменились Но это правда так Мы тогда беседовали, опять же, лет 5 назад о том, что это действительно проблема существовала в хирургии, она существует по сей день, но значительно меньше Потому что, я говорил, у хирурга очень мало времени, очень много операций, наедается вечером, 3-4 часа на сон и опять в операционную Зачастую так жизнь и проходит Но, мне кажется, что молодое поколение, хирурга в частности, оно очень сильно поменялось И в том числе отношение к себе Существует ли вот эта проблема, что нужно, чтобы этот жир проклятый, что называется, мы с ним как-то справлялись? Потому что для меня, для кардиолога, это существенная проблема в обществе С изобретением семаглутида стало гораздо проще Я был уверен, только что мы об этом говорили Но, на самом деле, надо просто меньше жрать, честное слово Вот ничего нового, и академик наш великий Иван Иванович, и многие наши эндокринологи, и диетологи Надо постараться меньше есть Вот в обед хорошо покушать, желательно супчик А вот на ужин, особенно после шести, ну, прям внимательно отнестись к этому Я всячески сейчас пытаюсь избежать набора веса И нашел для себя, мне очень нравятся, можно назвать, марки Ну, есть у нас сеть такая, магазины типа здорового питания И там у них есть невероятно вкусный томатный сок, как в детстве Только в нем еще сельдерей, укроп, петрушка, и, по-моему, что-то еще добавили И он пьется просто, я могу литр сразу выпить А там всего лишь 20 килокалорий Там 20-25 килокалорий, мы сегодня с вами обсуждали Я не знал, что Бадма Николаевич об этом говорит Предыдущий наш, мы как раз обсуждали семаглутит И что этот препарат есть российский Но это не панацея, я еще раз вам хочу напомнить Как только вы будете семаглутит отменять, если вы не измените образ жизни, все это будет возвращаться Так точно С точки зрения образа жизни, спорта и так далее Действительно питание, это понятно, что это важно Но еще, наверное, большая проблема С одной стороны, мы вроде бы растем в эпоху искусственного интеллекта О чем мы сегодня тоже поговорим, безусловно Меня это пугает А с другой стороны, это гиподинамия В том числе и у детей Как вот с этой проблемой будем разбираться? Ох, как хирург-колопрактолог, никак, скорее всего Как законодатель, двигаемся Об этом все говорят Но как дети мало бегали, сидели в телефоны Так они продолжают это и делать Я был недавно в Суворовском училище в Иркутске Невероятное просто учреждение Я подумал, что, эх, мне бы вернуться в 5-7 класс и уйти бы туда Там настоящий цифровой детокс У детей нет телефонов и гаджетов Вообще? Вообще, только вечером 20 минут кнопочный телефон, чтобы родителям набрать Ну и там в рабочем классе можно имейл проверить И все Вот они занимаются, у них очень насыщенный день Так, внимательно Но это, это все-таки ребенок уезжает в Суворовское училище Это не просто, их все про 33 в России Другой вариант, который я видел, он тоже очень так обрадовал меня В Уфе, у них парк Патриот И они сделали региональную программу, когда все школьники Школьники, 10-й, 11-й класс, по-моему, или 9-й Какие-то такие уже взрослые достаточно дети Приезжают туда на две недели как бы на сборы Это не военные сборы, ни в коем разе Это просто вот такой кэмп, лагерь, где тебя учат ориентироваться на местности Зажечь там спичкой костер одной Но то, что раньше нужно было мужчине, если он хочет пойти в поход куда-нибудь То есть после этих двух недель ребята явно взрослеют Они учатся подтягиваться Кто-то занимается парашютным спортом Они показывают, как там различная техника работает Потому что дети, они же в компьютерах играются А вот руками двигатель автомобиля не видели, например А этот, ну, мало ли пригодится И там тоже цифровой детокс Ну вот смотрите, две вещи, которые вы сказали на самом деле О том, о чем я говорю приблизительно постоянно в последнее время Это безусловно дисциплина, которая формируется именно у ребенка И второе, вот это справедливо очень Поскольку вот как раз я немножко уже коснулся искусственного интеллекта Почему меня настораживает эта история Потому что вот, говорю, сайты GPT, которые сейчас Он и уроки за тебя сделает, и кандидатскую за тебя напишет Неплохо бы Уже есть, уже есть прецеденты И вот эта история про ребенка А действительно, а в случае с чего Вот электричества не будет Ты же не знаешь, с какой стороны мох растет у дерева И многое-многое И грибы от мохомора, от какого-нибудь белого гриба Не отличишь Нас в детстве тоже сильно не учили У нас была изорница, были пионерские лагеря Как-то у нас, ну хоть что-то я-то помню Там и рыбу наловить сможем без динамита И без электроудочки И без электроудочки, да Ну, как-то люди, уходя полностью в цифру Забывают, что мы прямоходящие животные, которые живут все-таки в мире Если электричество, по правде, отключится То это будет очень крайне интересный опыт Который переживут не все Точно Ну и возвращаемся к логопротологии В отношении диагностики Все-таки с диагностики стало действительно все лучше Я честно, абсолютно справедливо говорю Ребят, я вот как есть, знаю человека очень долго Я от первого человека услышал настолько много раз По поводу диагностики От кого не слышал никогда И я лично еще 10 лет назад начал назначать своим пациентам Даже уже после 40 Гастро-колоноскопию Как меняется у нас ситуация Насколько это нас действительно спасает И еще вот хотелось бы именно экспертное мнение ваше В отношении Японии Потому что все-таки отчасти оттуда очень многое шло Как у них это меняется и мы к чему приходим Традиционно в России существует система диспансеризации Она придумана неплохо, мягко сказано неплохо Она даже очень богато придумана С 18 лет, понятно И с возраста 40 лет мы по закону сдаем кал на скрытую кровь Причем мы сдаем его в варианте обновленном Раньше это была химическая проба Ну, почти что перекись, условно говоря Гояковая проба И она вот шипела, не шипела Шипенится, не пенится Очень была неспецифическая штука Потом мы придумали иммунохимический тест кал на скрытую кровь Когда мы поняли, что слизистая толстая кишка А это 2 метра почти длиной Она в норме не разрушается Она аккуратно ошелушивается Это понятно, что это слизистая А вот когда появляется кровь в ней скрытая Причем не та, которая глазом видно А скрытая, это 20, 30, 40, 50 нанограмм на объемы То значит, что-то разрушает слизистую И это может быть парадонтит Или гастрит какой-нибудь Но при этом это также может быть что-то в толстой кишке Язвенный калит, болезнь крованая Полип или опухоль И, соответственно, мы всегда ищем в скринингах Диспенсоризационных исследованиях Такой метод, который был бы максимально дешевый Чтобы почти всех охватить, кому надо Но при этом он был бы еще достаточно специфичным В идеале, конечно, всем надо сделать колоноскопию Это в идеальном мире Но, во-первых, она дорогая Во-вторых, у нее есть свои риски И прекрасный был пример Сколько надо сделать колоноскопии, чтобы найти один рак Это явно что не 20, и не 30, и не 100 Это побольше Это то же самое, как скала на скрытую кровь Мы берем, даем 100 человекам Просим сделать этот тест Это несложно Надо просто как баночку на анализ сделать Потом специальный человек потыкает палочкой Специально его в машину запихнет В аппарат, который проверяет Из 100 человек Истинно полипами или раками Будет меньше 20%, даже меньше 15% Все остальное это будет ложно Какие-то непонятные Зубы болят или еще что-то И максимум 1,5-3% оттуда будут раками Максимум То есть, представляете, сколько мы даем Тестов, хотя они не сильно дорогие Там стоит по 400 рублей за штуку Но сколько мы тратим в надежде поймать один рак Всегда должна быть какая-то экономическая составляющая Целесообразности Поэтому мы идем дальше И есть методы, когда мы ищем уже не просто переработанный гемоглобин Или гаптоглобин Это развалившаяся кровь А мы ищем уже ДНК опухоли Такие тесты есть Они просто, к сожалению, дорогие До недавнего времени стоили под 500-700 долларов за штучку Но для человека, который очень много работает И у него нет времени готовиться на колоноскопию 2 дня Иногда им проще было по страховке сделать этот тест И там очень высокая чувствительность Которая у вас ничего нет Все хорошо Все, отдыхайте Поэтому мы ищем вот этот оптимальный вариант Но на сегодняшний день Это первый этап диспансеризации по заболеваниям толстой кишки Это колоноскрытая кровь Если он положительный Вы идете либо к хирургу, либо к проктологу Который вас осматривает Потому что это может быть геморрой какой-нибудь И потом назначает вам колоноскопию В Татарстане и в некоторых регионах Люди пошли дальше Они увидели, что если терапевт увидел скрытую кровь И он сам посмотрел и видит, что это не геморрой Пациент вообще по-другому жалуется Он сам в праве первым направить уже на колоноскопию Я хотел к этому подвести Это даже из личного примера Поскольку все больше и больше становится анемии Вот прям действительно больше их стало И при том, что если смотришь потом стандартно Ферритин, трансферин, железо Именно железодефицитная анемия И что меня насторожило очень серьезно Если раньше, это вот действительно мы обсуждали 40-45 лет 35, 36, 37 Почему? По-разному Кто-то начинает ерундой заниматься в плане веганства Вегетарианства и так далее У кого-то это генетически детерминировано Залезаешь, понимаешь И находишь действительно вот эти полипы Но ты не знаешь, как правильно поступить в этой ситуации Зачастую, потому что вроде бы гайдлайн И рекомендации все-таки с определенного возраста И кал на скрытую кровь как бы Вот как в этой ситуации быть? Рак молодеет, ничего в этом нового нет Мы на примере японской и американской популяции увидели Что рак толсткишки явно перешагнул возраст Раньше это было 55 и выше А теперь это 35 и выше И по английски это фрешхолд По русски это порог Желание назначить колоноскопию Или исследование специализированное по толстой кишке У пациента с анемией Или с неясными жалобами Должен быть очень пониженным То есть надеяться, что Да, ему 30 лет ничего не будет Коллеги, у меня были 18-летние пациенты 22-летние, 23-х И правда их 105-летние были Ну ничего страшного Но рак точно молодеет И вот в этом ключе, конечно Хотелось бы понять Когда у нас по нашему законодательству По нашим клиническим рекомендациям В рамках которых мы работаем Все-таки мы делаем первую колоноскопию Первую колоноскопию мы делаем Когда у вас положительно Ты скал на скрытую кровь Все, мы таким образом поступаем Да, так А вот прям в обязаловку бежать и делать Пока в гайдлайнах, насколько помню Я могу сейчас опять проверить Но по-моему такого там не было И мы просто рекомендуем Как коллеги профессионально Что по 45-ти надо бы задуматься Причем раньше этот возраст был 50 лет Но несколько уже стран приняли Что 45 лет Потому что из-за того, что он молодеет Начали отступать на 5 лет А если у вас есть родственник, который болел Колоректальным раком Или раком толстой кишки, как он называется То в принципе надо отступить на 10-15 лет Раньше, чем заболевший И сделать колоноскопию То есть если у вас там бабушка 60 лет заболела То в 45 уже имеет смысл делать Потому что в этот промежуток времени Мы увидим там не рак, а всего лишь маленький полипчик Маленькую бородавочку такую Которую мы уберем через колоноскоп И вы будете счастливы жить Сколько вам предопределено уже без рисков рака толстой кишки Вопрос следующий И как специалисту, эксперту И как в определенном смысле человек Который постоянно видит огромное количество людей Вы ездите по всей стране Вы это видите, это важно Вот эта избитая фраза За деньги, да, понятно откуда она появилась Государство не может априори платить за все Но это правда так, это везде так устроено Вот три вещи в здравоохранении Которые, как вы считаете Должны быть априори бесплатны И три вещи, за которые все-таки Где-то можно и заплатить Ну, бесплатные должны быть роды Это по умолчанию Это по умолчанию в медицине, да Это причем должны быть очень качественные Государство оценивается по тому, как он встречает тебя в этом мире Как провожает из этого мира Мне кажется, при такой системе диспансеризации Это опять сейчас будет мнение врача Не политика Но оно перекликается с мнением политика Если мы предоставляем людям столько благ В качестве диспансеризации Накануне президент сказал, что те, кто Проходит диспансеризацию Будут получать даже налоговые вычеты Значок ГТО имеете? Тоже налоговые вычеты Это же просто в рот положили Мы человеку продукт Если человек проходит диспансеризацию По возрасту, нормально, осознанно И у него случилось какое-то заболевание Онкологическое То в некоторых странах Оно бесплатно лечится Потому что человек старался Но система дала сбой К сожалению, такое случилось А в этих же странах Если человек не ходил на диспансеризацию И пропустил несколько циклов То он, во-первых, снимается с страховки И он оплачивает хирургическое, химиотерапевтическое Лечение, заболевание онкологическое Которое случилось с ним Мне кажется, в этом имеет резонный смысл А что еще бесплатно? Это многое, в общем-то Экстренная хирургическая помощь должна быть бесплатная Стоматология не вся Да, это невозможно практически Да, не вся На все его не хватит Я хочу напомнить, что Уважаемые друзья, что скорая помощь Вы привыкли просто к этому, что у нас так быстро приезжают А так, на самом деле, система emergency работает совершенно по-другому Да, это не Коей мере не Перевозка Пациента, который в два ночи вспомнил Что у него когда-то там пять лет болел живот В больницу А это совершенно специализированная, тонко настроенная система Спасения жизни А когда ее девальвируют и делают Непонятно чем, мы обижаемся За что можно заплатить? Может быть, нужно заплатить За хорошую страховку медицинскую Так Ну, стоматология в качестве гигиенической Она как бы должна быть, мне кажется, бесплатной Принято А вот то, что уже там тюнинги различные То это там брекеты, брекеты Это виниры Виниры и так далее, да Все, что касается репродуктивной здоровью, мне кажется, должно быть бесплатным Репродуктивное здоровье Генетика Генетика какая? Ну, в том-то и дело, что полноценной научной генетики не так уж и много, на самом деле Больше в неком роде, как я ее называю, карусель Ну, мы же сейчас сделали новый, вот буквально закон И сейчас пренатальный скрининг теперь расширился до невероятного количества заболеваний Пренатальный скрининг, это важно, нужно и хорошо, что это сделано Я говорю про полноценного человека, взрослого, да Который, условно говоря, вот решил, что Почему вы мне не делаете, что, дескать, я хочу быть спортсменом А вообще у меня музыкальные таланты И вот это все В неком роде, почему я говорю, карусель Потому что есть наука, а есть просто исходный заработок Если вы хотите, дескать, вот Ну, платите за это самостоятельные деньги Ну, диспансеризация, она должна быть, пока быть, должна быть точно такая На государственном уровне поддерживая Либо мы ее делаем бесплатно, либо мы восполняем потом расходы гражданина Который потратился на это Потому что это здраво, он гражданин, он живет в этой стране Он платит налоги, он делает ее великой, могучей и так далее, и так далее Детство, конечно, желательно быть все, должно быть бесплатно Травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения Должны оплачиваться пострадавшей стороной Хотя бы в какой-то части своего кармана 50% травм начинается, смотри, как я могу А 50% остальных Да, 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 это правда И вообще-то я не пью, да Поэтому вот надо очень внимательно с этим Я во многом соглашусь, поскольку это авторская программа Здесь, в мое мнение, тоже присутствует В плане комплоентности, потому что мы с этим сталкиваемся постоянно И действительно, это опыт многих стран Вы не пришли на диспансеризацию И вы минимум на следующий раз заплатили штраф А в третий раз вам просто никто ее уже оплачивать не будет Вам такой шанс дан И многие просто, когда вы не пользуетесь этим шансом, на самом деле Это проблемы, по сути, честно говоря, ваши Так не принято говорить, но так оно и есть И теперь, конечно, то, что меня очень интересует Два момента, искусственный интеллект Как он поможет или не поможет в медицине И роботоссоциированные операции Насколько это действительно прям веха в медицине И что это принесет нам? Где помощь? Я сразу ко второму передаю Потому что, к первому, роботоссоциированные операции Это очень классная опция Которая точно займет большую часть нашей жизни Просто она пока не входит так широко Например, у нас Потому что стоимость операции колоссальная Заоблачная Сам робот стоит от 180 до 250 миллионов рублей И каждая операция после этого не бесплатная А она стоит определенную сумму денег Потому что расходные материалы Имеют лимитированное количество жизней Это у одного робота У другого там расходка тоже сложная Но когда-то и сотовый телефон был прерогативой очень богатых людей Сейчас это у каждой бабушки, у дедушки У наших детей там по два, по три разных играются То есть робот тоже Робот реально лучше с точки зрения травматизма Чем, например, та же самая лапароскопия В чем плюс? Нет У робота на сегодняшний день Есть неоспоримые преимущества в онкоурологии В некоторых буквально небольших направлениях Где надо оперировать в узких ограниченных пространствах То есть анатомически сложная зона? Ну, малый таз где-то там А так на сегодняшний день, опять же, роботом Ну, вот когда взвешиваешь стоимость операции Количество тракаров, их размеры Количество громоздкого оборудования Капитализация этого оборудования То лапароскопия пока выигрывает Потому что, ну, там уже многое гораздо дешевле стало, чем было Но в роботе есть определенная стать И он займет свою хорошую, такую большую нишу Я как хирург скажу Спина меньше устает Ты же не стоишь, сам сидишь И ты можешь даже сидеть вот там где-нибудь В экране, далеко-далеко И был такой опыт Из Парижа Он, по-моему, единственный пока опыт Потом китайцы еще делали А там был в Нью-Йорке Пациентка С двухминутной задержкой Они оперировали холецистит Ну, то есть Нам, может быть, иногда столько хирургов Не надо будет уже Будет один человек сидеть Вот он перешел Дальше заканчивают без него И он может с одного робота Ходить по разным клиникам страны Нашей России И совершать эти операции Потому что, ну, укладка пациента И анестезиологические пособия Не меняются никак В роботе есть определенная статья Только надо дождать Когда он станет дешевле Но тем людям Которые уже имеют большой опыт Работа на роботе Им, конечно, повезло Это наши пионеры Это Дмитрий Юрьевич Пушкарь же Это Дмитрий Владимирович Гладышев Кто у нас еще очень много На роботе оперирует Ну, вот у нас люди Которые за тысячи операций Тут они Гладышев в Питере Полопрактолог Пушкарь, сами знаете Где в Москве Теперь в Боткинской больнице Руководитель Наш уникальный уролог Для тех, кто не знает Главный уролог Минздрава И главный уролог Москвы Великолепные Великолепные люди Вообще очень такие Особенные Так вот, а по искусственному интеллекту А вот где, кстати, блокчейн сейчас поживает? Расскажите мне, пожалуйста Понятия не имею Вот не знаю, честно говоря Да И искусственный интеллект Тоже будет Своя хорошая ниша Но я не уверен Что он будет настолько велик Как ему сейчас приписывают Ну, вот мне такое ощущение Все-таки это Такая штука Кто-то, короче Кто-то сядет за продукты Которые они сейчас называют Искусственным интеллектом Потому что Это не совсем тот искусственный интеллект Вот я и хотел сказать Вообще вот это понятие Этимология слова Искусственный интеллект Особенно когда мы берем Английскую терминологию Это все Выглядит, на мой взгляд, опять же Где-то даже профанацией Хайп Да, именно так Потому что в каких-то вещах Это действительно может работать Например, в кардиологии Я могу сказать, где это сработает Это уже есть определенные вещи Когда мы по голосу Можем определить Что декомпенсировать Сердечную недостаточность Это действительно может работать Да Класс Вот Но в большом понимании Вот даже бигдейта Большие цифры Они могут работать Но где они будут хорошо работать А где это будет опять обманка Мы внимательно следим Радуемся за успехи Помогаем максимально всем компаниям Но при этом Понимаем, что Могут некоторые хулиганы Нас вводить в заблуждение Поэтому надо прям Смотреть И внимательно смотреть Широко Раскрытыми глазами Что они там делают Потому что они иногда рисуют Картинки Невероятных побед В жизни они их не имеют Ну и рубрика Я уже пояснял То, с чего начинались Мои социальные сети Я везде и всюду Батман Николаевич У нас объездил Нашу любимую родину По-моему, вдоль и поперек уже Три любимых места Нашей страны Для вас И три любых места Вообще на планете А мне, естественно, нравится Калмыкия Потому что там Очень жарко Но там так вкусно пахнет Полыни И там много родных лиц Калининград И знаете, удивительно Мне нравится не сам Магадан А Магаданскую область Туда дальше Магадан и вот Алтай Но и вот Алтай Вот в этой зоне Как-то Там очень красиво Интересно Да Так, конечно, много В каждом регионе Как ты не приедешь Есть своя стать Своя красота И в Перми Мы только что В Темирове были Там и Река А то и вообще Ну А ты приезжаешь Там в Козыле Там Такой Енисей Просто могучий Почти в каждом регионе России Где я был Что-то такое В сердце остается Красивое То есть Что-то Но откликается везде Иногда просто не успеваешь Ты прилетаешь Вот как в Екатеринбург Я ездил Я приехал в Екатеринбург Вышел с самолета Перешел по теплому переходу Внутри аэропорта В здание гостиницы Провел там конференцию Обратно улетел То есть я Екатеринбург Толком-то и не увидел тогда Понятно Вот Когда в следующий раз Уже приезжал Посмотрел подсветку Красивую Как центр Сделали по-другому Ну Достойно уважения Горки Ну и у нас Моя самая любимая рубрика Ван Миколаевич Вредные советы Что необходимо делать Чтобы Как можно быстрее Попасть к колл-проктологу Надо поднимать тяжести Максимально делать Себе Стул плотным Запор Совсем не заниматься Спортом Длительно проводить время В туалете По 30 минут Сидеть читать книжки Или сообщения Вот тогда вы точно будете Нашим пациентом Это был Бадман Николаевич Бушанкаев Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok